В данном докладе я расскажу о технологии, которая называется фотограмметрия, расскажу о технических нюансах, о том, где хорошо ее применять, о том, какой минимальный список оборудования нужен для компании. И в конце, если останется время, я покажу вам несколько примеров реализованного персонажа по этой технологии. То есть вначале будет просто необработанный 3D-скан, потом хай-поли модель, а потом, соответственно, игровая модель. Что такое фотограмметрия? Фотограмметрия — это технология, которая позволяет нам получать качественные 3D-сканы из обычных цифровых фотографий. Технология появилась… Даже не технология, а дисциплина, которая изучает какие-то… Ну, короче, дисциплина появилась практически вместе с изобретением фотографий в 1840 году, и она всегда занималась тем, что изучала определением размеров и других физических параметров объекта по нескольким фотографиям. В современном мире фотограмметрия используется довольно-таки широко в том или ином виде, начиная от создания топографических карт, заканчивая археологическими раскопками, киноиндустрией, военном деле. Но мы сфокусируемся на… Извините, я моллюсь, просто первый раз выступаю перед такой аудиторией… На компьютерных играх. В игроиндустрии фотограмметрия может применяться практически для создания любых типов персонажей, ассетов, начиная от персонажей и блэндшейпов для лицевой анимации, заканчивая пропсами, окружениями и даже 3D-референсами. То есть, например, 3D-референс — это когда необходима довольно-таки точная модель для игры, и сканируется объект, например, как коллиматор, который дается обычному 3D-художнику, который классическими методами делает Hard Surface из него. Эту технологию мы… Такой подход мы применяли для компании 1S, которая разрабатывает сейчас замечательную игру Tank Crew. То есть, мы посылали нашего художника с фотоаппаратом, который фотографировал настоящие танки, и потом мы эти танки поверх обрабатывали в 3D-максе и делали игровые модели. Преимущества, которые дает фотограмметрия. Прежде всего, преимущество основное — это качество получаемого ассета. Как известно, в природе нет идеальных объектов, и в этой неидеальности кроется красота окружающего мира. И когда объект создан недостаточно реалистично, наш глаз сразу это замечает. И поэтому вместо того, чтобы сажать художника, который будет много человеко-часов тратить в сознании объекта, можно применить эту технологию. Также большое преимущество, что есть возможность цифровывать реальных людей. Я думаю, там все в курсе, что есть куча игр, где используют настоящих актеров. Основными заставками является то, что всегда необходимо физическое наличие сканированного объекта. Ну и также большим недостатком, что не подходит для стилизованной графики. На вот этой табличке показано, на каком этапе мы экономим время. Стоит также отметить, что, как правило, 3D-скан не является финальной хай-поли моделью и требует дополнительной обработки, но это не то же самое, что создавать ассет с нуля. Эту технологию может позволить практически любая студия, даже с очень небольшим бюджетом, потому что для ее применения вам нужен только фотоаппарат и небольшие навыки того, как им пользоваться. По сути, рекомендуется зеркальная или беззеркальная камера. Подойдет вполне камера любительского уровня. Рекомендуется использование фикс-объективов. По той простой причине, что они намного дешевле и дают картинку намного даже лучше, чем дорогие зумы. То есть она более резкая, более качественная и больше всего подходит под фотограмметрию. Также, если вы собираетесь как-то серьезно применять технологию в своем пайплайне, рекомендуется приобретение штатива пульта ДУ для того, чтобы можно было более гибко работать с настройками камеры. Потому что когда камера установлена на штатив, вы уже не зависите от скорости срабатывания затвора. Вы можете работать даже при недостаточном освещении. И, соответственно, дальнейший вот этот список постоянный источник света, поворотные платформы, это если вы хотите создать небольшую студию у себя в офисе для сканирования тех или иных объектов. Также стоит отметить, что очень полезная штука – калибратор цветов. в случае такая штучка, такая шкалка, она позволяет очень точно настроить баланс белого и в конечном итоге позволяет откалибровать цвета объекта после того, как вы его отсняли. На рынке существует довольно-таки много ПО для того, чтобы оцифровывать, для создания 3D-сканов. Я расскажу только про две, которые наиболее часто используются для профессиональной фотограмметрии. Это Agi Metashape, он раньше назывался Agi Photoscan. Кстати говоря, компания, которая разработала эту софтину, она находится в Санкт-Петербурге. Вторая – Reality Capture. Собственно, большое преимущество Agi Metashape в том, что он дает очень широкие возможности для реконструкции, такие как поддержка изображений 16-32 бита, также он дает возможность пакетной обработки данных, то есть вы можете параллельно запустить об счет сразу на несколько фотосканов и изучать ее пользователя. А Reality Capture попроще в использовании, она побыстрее и дает более качественный результат, но она не настолько гибкая. И, собственно, если вам, например, надо посчитать 1, 2, 3D-сканы, то вполне подойдет как бы Reality Capture. Если вам надо посчитать сразу, не знаю, 50 3D-сканов, то идеальный вариант – это Metashape. Также хочется сказать, что выбирая объект для сканирования, стоит четко понимать, какое преимущество вам дает технология фотограмметрии. Вот, например, модель чашки, а ее даже начинающий 3D-художник вам создаст за пару часов, и при этом, если вы будете ее сканировать, то геморрой будет значительно больше, нежели чем в создании классическими методами. А какие-то органические объекты со сложной формой, например, как пень, его идеально использовать для создания его фотограмметрии. Потому что, во-первых, для создания High Poly модели такой сложной органической форме понадобится не один человек, а день, и качество результата будет напрямую зависеть от скиллов вашего 3D-художника. Также хочется отметить, что далеко не все подходит для фотограмметрии. Существуют типы поверхностей, которые очень плохо сканируются. Это гладкие, одноцветные какие-то материалы, материалы, на которых полностью отсутствует фактура. При сканировании их, ну, просто когда вы берете фотоаппарат и начинаете сканировать, получается вот примерно вот такой вот результат. И это происходит только в лучшем случае, если программа может сопоставить снимки и сделать 3D-скан. Для сканирования таких видов объектов существуют разные методы. Один из них — это нанесение специальных спреев. Продаются такие, так называемые, 3D-спреи, которые наносятся на объект и которые создают фактурный шум на нем. Также есть метод проецирования ноиза, когда берется обычный видеопроектор, туда загружается картинка ноиза, и этот проектор, он фокусируется на сканированном объекте. Да, дальше мы видим пример неподготовленной и подготовленной поверхности. То есть на первой картинке у нас взяты какие-то штаны, практически без фактурные, с гладким материалом. И вот это сканировано, как они есть. То есть как мы видим, что здесь очень много шумов, здесь требуется очень много обработки дальнейшим художникам. А вторая картинка — это те же самые штаны, на которые нанесен 3D-спрей. Как вы видите, результат более чистый и с ним намного легче работать. Кстати говоря, как показывает практика, очень хорошо подходит для этих целей обычная гуашь, который разбавляется в воде, и обычный спрей для цветов. То есть мы пришли к такому выводу, что нет никакого смысла покупать эти спреи, потому что одна бутылка спрея стоит 3000 рублей, и хватает, и очень не надо. Дальше хочется рассказать про этапы создания 3D-скана. Прежде всего вам надо получить фотографии объекта. От качества фотографий напрямую зависит качество создаваемого 3D-скана. Я настоятельно рекомендую использовать RAW-формат при съемке объекта по той простой впечатлении, что он дает возможность редактировать фотографии без потери качества после того, как вы провели сессию сканирования. То есть у нас на слайде показано, что фотографии обрабатываются определенным образом. По поводу того, в чем заключается обработка, я скажу немножечко дальше. Соответственно, дальше эти фотографии попадают в программу реконструкции и получается 3D-скан с текстурой. Стоит также сказать, что при использовании технологии необходимы хотя бы минимальные знания о том, про теорию фотографии, про то, как работает фотоаппарат, какие настройки, на что влияют. Прежде всего, вы должны пользоваться всегда мануальным режимом. По той простой причине, что когда вы используете автоматический режим, у вас камера всегда настраивается под те или иные условия освещения, и вы можете просто получать в серии фотографий. Фотографии абсолютно разные по тонам. ISO должно быть от 100 до 400. ISO – это параметр, который отвечает за светочувствительность матрицы. Соответственно, чем он выше, тем матрица более светочувствительная и можно работать при низком освещении. Но на высоких значениях вы получаете шум на фотографиях. Вот здесь показано, что низкое ISO – это чистые фотографии, а высокое ISO – это много шума. То есть нам шум на фотографиях совершенно не нужен, потому что нас интересуют снимки максимально возможного качества. И еще очень важный параметр – это размер диафрагмы. Это вот этот F-number. Он у разных производителей называется по-разному. В общем, смысл заключается в том, что диафрагма – это, грубо говоря, дырка, через которую поступает свет на матрицу. Чем она шире, тем мы имеем больше света на матрице. Соответственно, мы можем работать при низком условиях освещения. Но при раскрытой диафрагме у нас получается размытый фон. То есть у нас получается глубина резкости, она очень маленькая. Соответственно, надо стараться снимать на более высоких диафрагмах. Ну, это идеальный вариант – от 9 до 16 выставлять, потому что при этом у вас весь объект будет в фокусе и все будет четко. Ну и, соответственно, RAW-формат, как я уже сказал. Если вы используете штатив, то вы уже не зависите от этого параметра shutter speed, потому что при штативе вы можете выставлять любую выдержку, хоть на одну минуту ставить его, все равно снимок получится четкий. Одной камерой можно снимать только статичные объекты по той простой причине, что любое движение объекта – это артефакты на 3D-скане. То есть идеально подходят какие-то камни, какие-то стволы деревьев, какие-то элементы амуниции для персонажей и так далее. Освещение не должно меняться в процессе съемки. То есть желательно выставить сразу правильный свет, чтобы объект был равномерно освещен. Фотографии должны перекрывать друг друга минимум на 50%. Соответственно, если у вас будет больше фотографий, будет больше перекрытий, это будет только лучше. Вообще лучше сделать всегда больше фотографий, чем сделать их меньше. Соответственно, про штатив я уже говорил. Также хочется рассказать по поводу использования поворотного стола, потому что у нас в студии периодически… У нас сейчас куплена такая штука – поворотный стол, который подключается к камере. Он вращается, останавливается в определенные моменты, и камера срабатывает. То есть вы ставите объект на этот поворотный стол, нажимаете кнопку и получаете серию фотографий вокруг. При таком подходе очень важно, чтобы у вас был однородный одноцветный фон, чтобы деталей на фоне было намного меньше, нежели чем на сканируемом объектном. В противном случае программа не сможет распознать, что вы сканируете, и выстроит просто все фотографии по вашему фону. Потому что у нас был, например, случай, когда мы ездили в артиллерийский музей сканировать пушку. Не помню уже название пушки. Артиллерийский музей, кто был в Питере, там получается на фоне такая кирпичная стена. И у нас все камеры выстроились по этой кирпичной стене, потому что на ней было намного больше детализации, чем на самой пушке. И, естественно, плохо используется вспышку. При съемке объекта на улице освещение является самым важным фактором. Очень не рекомендуется снимать объект при ярком солнечном свете по той простой причине, что когда у нас на объект попадают прямые солнечные лучи, мы получаем темные контрастные тени, которые впоследствии, во-первых, оказываются на текстуре объекта, а во-вторых, там, где у нас тень, у нас происходит деградация качества скана. Поэтому идеальные погодные условия – это пасмурная погода, чтобы у нас был рассеянный мягкий свет без черных теней. Также очень важно, чтобы объект оставался неподвижным, то есть если вы сканируете какую-нибудь травку, текстуру земли, у вас не должно быть влияния ветра на вашу сканированную поверхность. Ну и также, естественно, должен быть комфортный доступ к объекту, чтобы вы могли вокруг него походить, чтобы он ничто не мешало. Существует разный сценарий съемки в зависимости от типа объекта. По сути, бывают два вида объектов. Это изолируемый объект. Кстати, вот эта картинка с нашего поворотного стола, поэтому они так четко вокруг него расставлены. При изолированном объекте стоит проводить съемку вокруг объекта, меняя высоту камеры, чтобы получить больше перекрытия по повороту и, соответственно, по высоте. И существуют плоские объекты. Это такие объекты, например, как земля, какие-то там стены, кусок скалы. Если вы хотите сканировать, то надо двигаться вдоль объекта, но, грубо говоря, не меняя угол. То есть вы должны все время двигаться вдоль объекта. Сканирование человека. Для сканирования человека используют специальные 3D rig. 3D rig – это набор фотокамер, которые срабатывают в один момент времени, и они еще обычно синхронизированы с импульсными источниками света. Такой подход используется по той простой причине, что человек не может находиться неподвижным даже на протяжении короткого периода времени. И, соответственно, такой подход дает нам возможность получить человека в один момент в пространственном временном континууме. Что еще можно сказать про фотограмметрический rig? А, да. Соответственно, чем больше камер в фотограмметрическом rig, тем лучше получаются 3D-сканы. Например, в нашей студии у нас 80 камер, и при таком количестве мы обычно считаем фигуру человека, в два прохода. То есть мы сканируем сначала его по пояс, а потом просто ставим стол, он залезает на стол, и мы, соответственно, не меняя положение камеры, снимаем его вниз. Потом в программах 3D-графики, в ZBrush, все это сопоставляем. А при сканировании человеческого лица все эти стойки сдвигаются ближе для того, чтобы у нас голова занимала максимальную площадь кадра. По поводу обработки фотографий. Вообще использование RAW фотографий подразумевает то, что вы будете заниматься их обработкой. Если вы не собираетесь заниматься их обработкой, то лучше использовать обычный JPEG. Он, в принципе, тоже дает неплохие результаты. Если серьезно подходить, то, конечно, лучше RAW. Настройка фотографии сводится к тому, что мы убираем блики с модели и вытягиваем все черные места. Например, на этой картинке видно, что волосы у этого товарища слились в набор черных пикселей. Когда мы немножко подкорректировали параметры экспозиции, у нас получилось намного больше деталей. По сути, все сводится к настройке этих двух параметров Highlight и Shadows. На самом деле каждый фотосет уникальный и нет, к сожалению, универсального рецепта по поводу того, как это все делать. На самом деле это все приходит с практикой. Я думаю, после десятка 3D-сканов уже будет понимание, что должно выглядеть. Ну и, соответственно, в этих всех программах есть такая команда Match Total Exposures. Эта команда уравнивает все фотографии по тону. То есть у нас получаются фотографии все одного тона. Да, я забыл сказать, что для редактирования, для пакетного редактирования фотографий применяются такие программы, как Lightroom и DX4 PhotoLab. На самом деле их там тоже довольно-таки много. Там порядка десятка с однотипным инструментарием. Ну там уже под ваш бюджет. Соответственно, на данном слайде показаны этапы производства моделей с 3D-скана. Пайплайн мало чем отличается от обычного классического пайплайна. То есть вот на этом этапе фотография-скульптинг мы получаем high-poly модель. Дальше этому high-poly модель делается ретопология либо автоматическими методами, если это какие-то органические объекты, такие как камни, либо вручную, если это какой-то персонаж, и вам нужна правильная сетка под анимации. Соответственно, ретопология с UV, бейкинг нормалей и текстуринг, и, соответственно, дальше там load export в engine. Соответственно, пайплайн может быть разным в зависимости от ваших технических требований и типов объектов. На этом как бы такая теоретическая часть закончена, и я хотел бы показать просто работу из нашего портфолио просто по этапам. Это просили свет выключить. Можно свет выключить, чтобы было более контрастная картинка? В данном примере мы имеем 3D-скан, состоящий из трех объектов. Первый объект – это у нас голова, которая повернута уже под ту конкретную позу, в которой у нас должна стоять финальная модель. Вообще, как бы небольшая оговорка, что данный проект мы делали для портфолио, и мы сканировали некоторые части этого человека в позе, чтобы получить такого рода складки, как на шее, чтобы он смотрелся более естественно. То есть у нас, получается, один фотосет был на голову, в котором мы получили вот такой вот результат. То есть поверхность, она видно, что не идеальная, то есть присутствуют шумы в затемненных местах, так как в ушах, а волосы, они, по сути, вообще нет методов для их сканирования. Следующий… Ну, неважно. Потом отдельно сканировались ноги, то есть мы тоже видим наличие артефактов в местах, где было перекрытие геометрии одной и другой, то есть там какие-то дыры были образованы. Ну и, в принципе, вот посмотрите, где вот перекрытие одной ноги в другую, то есть там, получается, не все камеры простреливают вот эти вот участки, и там более шумный результат. И, соответственно, туловище. По туловищу… Так, это у нас не туловище, секунду… Да. По туловищу также вот есть проблема в том, что мужчина был довольно-таки волосатый, и очень много артефактов, которые в дальнейшем вычислялись в основном с рук, потому что торс перекрывала майка. Соответственно, следующая модель… Это уже у нас финальная хайпольная модель. Она почищена. На какие-то места нанесена фактура. То есть, на самом деле, очень хорошо видно по голове. То есть, нанесена фактура кожи. По поводу фактуры кожи существует очень крутой ресурс в интернете. Это называется Texturing XYZ. Он содержит огромные библиотеки фактур кожи, дисплейсментов разных, и это очень полезно для создания персонажей. Также там очень много туториалов по поводу того, как их использовать. Там описаны разные подходы, разные пайплайны. Я вообще очень рекомендую этот сайт для всех 3D-художников, кто интересуется персонажкой. Вот. Волосы были сделаны экзогеном. Майка была воссоздана… ну, засимулирована. Соответственно, вычищены все вот эти артефакты, которые образовались из-за волос. Фактура на туловище наносилась тоже при помощи библиотек Texturing XYZ. Ну, естественно, была там проведена работа над штанами. То есть доскульчены… Сейчас я вот отключу… Polypaint… Вычищены все артефакты. Соответственно, доскульчены какие-то складки, потерянные в процессе сканирования. Вот сделана такая геометрия. На создание вот этой High Poly модели ушло… Ну, начиная… То есть мы сначала сканировали… На обработку вот этих 3D-сканов ушло порядка полутора недель для получения такого вот результата. Вот. И дальше, соответственно, были созданы PBR текстуры. Все это было перемещено в мормозет. Была создана сетка, которая близка к игровой… Вот. Были забегены карты нормалей. И, соответственно, какие-то вещи были созданы классическими методами. Например, вот текстура майки и штанов. Она сделана была в Substance Painter. Текстура головы… Основа была взята с текстуры, полученной из 3D-скана. И были, соответственно, дорабатаны все остальные карты, такие как спекуляр, глоссинес и прочие. Вот. На этом, наверное, все. Если есть какие-то вопросы у кого-то, я могу ответить на них. Да, пожалуйста. Задавайте вопросы. Спасибо. Спасибо.